Здорово. Сегодня я буду рассказывать про психологию влияния в маркетинге. Нет, это не Челдини. Это чисто мои умозаключения по тому, как влиять на аудиторию. Меня зовут Макс. Я эксперт по стратегическому и комплексному маркетингу. Кто знает Тони Робинс? Я не спрашиваю, любит он или нет, просто знает. Окей, Аяс Шабудинов. Black Star. Сколково. Вот со всеми этими и не только людьми я работал. Я, короче, когда приехал с вокзала, заказал такси. И, как обычно, я с таксистами общаюсь. Я спрашиваю, что у вас как тут в Беларуси? И он мне начинает рассказывать про батьку вашего, который вложил 200 миллионов долларов в голодные игры. Сказал, типа, людям жрать нечего, он там пытается Олимпиаду сделать. Ладно. 500 миллионов рублей я помог заработать своим клиентам. Я и мое рекламное агентство Adventure. Итак, начинаем. Я начну с трендов маркетинга, которые сегодня, точнее антитрендов. Что маркетологи делают не так в этом году? Мы очень часто смещаем фокус внимания с того, чтобы стратегически посмотреть на какую-то задачу в маркетинге, на какие-то фишки. Поэтому получается вот такая картина. Мы отавтоворониваем, отрасыливаем, отгеймифицируем, еще отавтовебинарить, отмарафонить, отквизить и догнать ретаргетом. Вот кто меня понимает, поднимите руку. Ну, вроде руки были. Короче, затрахать клиента со всех сторон. Тут же можно материться, да, Ян? Меня не выгодят? Спасибо большое. А про бачку можно говорить или у меня там после? Я понял, хорошо. Один раз уже был лимит из черта. Окей. В общем, инструменты не должны быть первичной задачей. Запомните. Там у вас блокнотики есть, запишите. Вот что бывает, когда вы пытаетесь внедрить все нововведения, автоворонок, автоматизации мессенджеров. Слева это приглашение меня на вебинар. Вот мне в лишку, точнее в имейл пришло 10 упоминаний, Макс, приди на вебинар. Я хочу сказать, где ты нахер, блин? Дальше. В Телеграмм, значит, сыпется. Макс, приди на вебинар. Макс, посмотри презентацию. Макс, купи это. Макс, купи то. Вот у кого в Телеграмме куча-куча таких вот чатов, которые вы не читаете? Поднимите. Почему вы, не читая это, делаете то же самое с клиентами? Ведь они же ничем не отличаются от вас. И справа королева автоворонок. Я думаю, вы ее знаете. Я, кстати, с ней работал тоже. Вот она учит. Прежде чем что-то продать человеку, нужно родить в нем кредит доверия. При этом сама мне шлет, Макс, приди, Макс, приди. Думаю, господи. Что я понял за последние 5 лет, поработав с более 100 проектами? Я тоже, как и вы, ходил на конференции. Я тоже, как и вы, думал, что вот сейчас разберусь с какой-то фишкой, изучу сервис Лилу, по автоматизации мессенджеров. Изучу какую-нибудь приколюху, сервис. И это самое важное. Ни хрена. Самое важное – это стратегия. Какая-то, так называемая, big idea. То есть, если у вас есть конкретное понимание, что, зачем и почему, вы продадите. Не потому, что вы изучили какой-то сервис. Потому, что у вас есть нутро. Ну, идея. Хорошая идея. Поэтому, вот этот слайд прям за скриньте, пожалуйста. Потому, что кто вообще зарабатывает на маркетинге сейчас? Вот это и вам надо. Вот тот, кто поднял руку, вот фоткайте. Что-то я, это, запыхался уже. Так, а время, кто? У меня тут девушки будут красивые должны ходить, показывать время. Все, девушка есть, да. Значит, смотрите. Есть два типа специалистов. Есть фишечники, есть стратеги. Вот на вопрос, Макс, как зарабатывать на маркетинге, я отвечаю, надо быть стратегом. Почему? Потому, что фишки меняются каждый день. Вот пока вы здесь сидите, пока я вчера, позавчера готовил эту презентацию, кстати, здесь 60 слайдов, куча информации, которую я не успею вам сегодня рассказать, потому, что у меня таймер, но я очень постараюсь. Так вот, когда я в кальяне, я тоже как в кальяне сидел, значит, эту презентацию пилил, уже вчера, сегодня и завтра уже все поменялось. Уже сегодня какое-нибудь агентство придумало новую тему. Уже сегодня пилится новый сервис. Если вы фишечник, если вы специалист, который зарабатывает на сервисах, на работе с сервисами, то вы завтра, может быть, неактуальны. И придет такой вот чувак с синими волосами, как до этого и скажет, вали нахрен, как бы сейчас я, типа, главный. Но отвечаю на вопрос, почему синие волосы, наверное, потому, что они косят под Артемию Лебедева. Так, чисто мое мнение. Спасибо. Я тоже люблю Артемию, мне многие говорят, что я на него похож, но я не кошу под него, потому что у меня не синие волосы. Я синие волосы, у меня были в 18 лет, когда у меня была рок-группа. Так вот, в общем, если вы хотите зарабатывать на маркетинге, будьте стратегом. Это наставление моего отца. Вот тоже, пожалуйста, сфотографируйте. Почему? Каждый раз, когда вы захотите сделать какую-то рекламную кампанию, какую-то активность в маркетинге, спросите себя, вам реально есть что сказать, почему эту цитату я здесь вынес. У меня отец, у меня вообще родители актеры, театр и кино, кстати себе. А я вот такой вот тоже на сцену вышел. Вообще, в образовании я геофизик. Вот такое интересное сочетание у меня получилось. Однажды мне папа, когда у меня была музыкальная группа, я мечтал собрать Олимпийский, но я его собрал, только не себе, а то не Робинсу в России. Но все-таки мечта сбылась. Он мне однажды сказал, что, Макс, если ты будешь заниматься музыкой, будешь писать песни, а я пишу песни, можете потом послушать их, если интересно. Он сказал, если тебе есть что сказать, выходи на сцену, если нет, не надо, потому что там очень много уже пустого. То же самое с маркетингом. Не надо лезть в пространство, если вам не прям сказать. Вот прям вот, не знаю, долбитесь в голову, прямо сейчас вот сфоткайте. Вот прямо сейчас, потому что это реально важно. Я хочу, чтобы вы в этом зале… Вообще, похлопайте себе сейчас, пожалуйста. Нормально, вы же себе хлопаете. Хлопайте, хлопайте. Что-то жиденько как-то. Давайте еще разочек. Вот. Спасибо, что похлопали главному хедлайнеру этой конференции. Так вот, я очень надеюсь, что в этом зале сидят будущие крутые маркетологи, которые это поймут. Вот. Которые осознают, что надо делать свое, а не лепить что-то с запада, либо копировать. Эпоха смерти недомаркетологов как раз. Вот слайд про эту тему. Сейчас недостаточно просто настроить рекламу и ждать сотен заявок. Баннерная слепота, состояние автопилота, неосознанность, присыщенность. Кто понимает, о чем я говорю, поднимите руку, не ленитесь. Вас за это не застрелят здесь, надеюсь. Так в итоге, что делать-то? Как достучаться до человека в интернете? Кто-нибудь знает этих двоих? Кто? Фашист? Кто-нибудь скажите громко. Нет. Кто? Да, да, первый есть, а второй кто? Бернейс. Знаете такого? Вот у меня очень часто спрашивают, Макс, скажи, пожалуйста, кто у тебя кумир в маркетинге? Я думаю, блин, кто? Ну, Лебедев, он в дизайне. Там не знаю кто. Стив Джобс, вроде бы не маркетолог, он основатель компании. Я понял, кто. Это пропагандисты. Вот этот чувак, вот смотрите, вот я сейчас подойду, вот этот вот, который как раз вот кто-то сказал фашист. Да, он был пиарщиком у Гитлера. Да? Я не нацист, если что. Вот. И я вам всем советую прочитать книги Геббельса по пиару. Это человек, который создал пропаганду. Он ее придумал. Он придумал, как влиять на людей. И это используется уже даже сейчас. Когда проходят митинги в Москве, когда вам впаривают что-то с телекрана, либо в интернете. Это все он. Ну, не он лично, но его технологии. Ну, конечно, конечно. Конечно, древнее. Просто он сформулировал все это, очень хорошо упаковал и подал, объяснил. То есть у него есть определенные правила в книге. И второй человек, которого я посоветую, это Бернес. Это американский маркетолог, который заставил одну треть женщин в Америке курить. Прикиньте. То есть чувак заставил женщин курить. Как? Тогда были шествия феминисток. Кто феминистка здесь? Феминизм. Волосатые подмышки. Бодипозитив. Сегодня тоже про это поговорим. Так вот. Он, значит, воспользовался хайпом вокруг феминизма. Он вывел 20 феминисток на площадь, позвал журналистов, фотографов и сказал одной феминистке, выйди на сцену и скажи такую речь. Она, значит, вышла. И когда она закуривала сигарету, она сказала, давайте зажжем еще один факел свободы женщин и закурила. И вот этот образ курящей свободной женщины распространился по всей Америке, по всему миру. Круто же. То есть чувак повлиял практически на весь мир. Он же заставил американцев жрать с утра яичницу и бекон. Ну ты еще много чего сделал. Вот это круто. Вот это круто. А не мериться письками, конверсиями. У кого чего больше. Второе. Методы влияния на клиента. Давайте разберем, как можно влиять на клиента. Первое. Эффект Станиславского. Я это назвал. Кто знает Бузову? Все знают Бузову, да? Я как-то был на конференции недавно, и мне сказали, что… Нет, мне не сказали. Я просто увидел, что… Просто я посмотрел на время, сколько осталось. Это осталось или прошло? Ну супер. И там все говорили про Бузову. Я думаю, блин, чего же она всех так вот трогает? И почему она вообще популярная стала такая? Потому что она это искренне делает. Она вот такая, какая она есть. То есть, вот вы задумайтесь, почему какие-то блогеры, какие-то музыканты, не знаю, какие-то маркетологи, они становятся известными, а какие-то нет. С чем это связано? Я этим вопросом задаюсь уже два года. Я перечитал кучу книг. То есть, ну реально, я пытаюсь понять, от чего зависит успех. Как хиты становятся хитами. Я немножко начал это понимать. И сегодня я буду вам про это рассказывать как раз. Вот странно, я вот нахожусь на сцене 10 минут, а как будто уже час. Вам интересно? Спасибо. Так вот. Кстати, кто не заметил, это, кстати, боксерские бинты. Потому что сегодня борьба за внимание. Я решил так это в тему. Ну ладно. Может, просто плохо видно. Так вот. Эффект Станиславского. Если вы занимаетесь личным брендом, если вы хотите, чтобы у вас был миллионный YouTube-канал, если вы хотите, чтобы вас в Instagram любили и подписывались на вас, будьте, блядь, собой. Вот запомните это. Не надо из себя что-то лепить. Не надо. Будьте собой, потому что вы, вот каждый из вас, вот вы, 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 вы. Девушки смутились. Вы уникальны. И вас скопировать невозможно. То, как вы общаетесь, то, как вы себя ведете. Ой, прям это, да? Ну ничего, потом поговорим после конференции. То есть, вас скопировать нельзя. Но если вы начинаете кого-то копировать, все, там эффект, не верю. Вот люди, вы знаете про то, что есть такая, ну, есть такой вид болезни с нервной системой, там, центральной нервной системой. Ну, дауны, короче. И дауны, на самом деле, они не идиоты. Они умнее нас. Но у них плохо работают нейронные, зеркальные нейроны. То есть, они плохо считывают эмоции людей. То есть, они не, они, у них плохо развита эмпатия. То есть, предположим, если мы показать фильм, где мужчина и женщина целуются, они не поймут ничего. Они подумают, что мужик просто жрет губы женщины. Там, либо что-то с ним пытается сделать. Вот, соответственно, эмпатия – это наша способность отличать фейк от искренности. Вот, девушки, вам вопрос. Вы же всегда чувствуете, парень к вам искренне относится, либо нет? Вот, поднимите руку. Не всегда кричит парень. Бросила его, видимо, девушка. С обиды кричит. Не всегда. Ладно. Принцип Майя. Всем советую почитать эту книгу. Называется «Хитмейкер». Не знаю, как по-белорусски. Бульба-книга как-нибудь, не знаю так. В общем, принцип Майя. Что такое принцип Майя? Это золотая середина между чем-то новым и чем-то старым. Вот давайте вспомним, у кого айфоны здесь? Поднимите руку. Почему вы купили айфон, скажите? Про себя. Ответьте себе на вопрос. Почему? Потому что у соседа есть айфон. Потому что он классный. Потому что Стив Джобс. Нет. Потому что это идеальное сочетание инновации с чем-то знакомым вам. Если, скажем, вы что-то будете делать, создавать, и сделаете это слишком новым, люди будут бояться это покупать, потому что они не поймут, что это. Если вы что-то сделаете слишком знакомым, то же самое. Люди скажут, ну а что нового? То есть в чем прикол? То есть идеально это, когда группа B2, знаете? Идеально это, когда группа B2 делает фит с Оксимироном. Вот это идеально. Это новое и старое. Понимаете, да? Любите, да, тут B2? Ну супер. А что еще слушаете здесь? Макс Корш, наверное, да? Это, наверное, такой клише про Минск. Да? Вот все слушают Макса Харжа здесь. Бузову. Бузову? Бузову. А ты можешь напечь что-нибудь из Бузовой? Танцуй под Бузову. Танцуй под Бузову. Я понял. Так вот. Да, классная песня, кстати. А вы смотрели, как ее облили ногу ургантью водой? Я тоже смотрел. У меня прям так хорошо было. Знаете, вот отдельный, мне кажется, вид эмоций человека в интернете, это когда вы смотрите, когда кому-то плохо, и вам хорошо. Согласитесь, да? Следующее. Психоколористика. Как вы думаете, влияет ли цвет на человека? Да, все говорят. Ну, конечно, да, потому что про это слайд. Что значит красный цвет? Вот смотрите, если девушка, парни, поднимите руку, кому нужна девушка, кто хочет познакомиться. Так, девушки, сразу. Так, ты девушку, что ты поднимаешь? Ты хочешь парня? Так вы же вместе сидите. А тебе женщина нужна? Ты лесбиянка, что ли? Ладно, что-то я не понимаю. Суть потерял. Ладно. В общем, парни, кто хочет познакомиться с девушкой, вам нужна идеальная девушка, чтобы вот с ней переспать прям в тот же день. В красном платье с красными губами, с белой сумкой или с черной. Вот если такое увидите, вот с ним можно сегодня же переспать. Почему? Красный цвет – это цвет страсти. Красный цвет – это цвет агрессии. Почему вообще девушки красят губы? Потому что таким образом они имитируют половые свои принадлежности. Они их как бы отчетливо начинают акцентировать на этом внимание. Все такие сразу зашушу-шу колесняют. Это не про меня. У меня губная помада сиреневого цвета, да? Так, белый цвет – это цвет открытости, общения. Черный цвет, как у меня, это цвет доминирования. Я доминант. Люблю доминировать. Да. Коричневый цвет – это цвет стабильности. При этом стабильности именно по жизни, в работе. То есть если к вам придет, скажем, на позицию генеральный директор с коричневыми ботинками, это хорошо. Потому что он стремится по жизни к стабильности. Фиолетовый цвет. Вот у кого здесь фиолетовый цвет? Что-нибудь одето с фиолетовым? Чего? Кстати, там мужик кричал, цвет мужской недульторенности – это оранжевый. У такого оранжевого у них там плохо с сексом, значит. А у женщин фиолетовый, кстати. Так вот. Фиолетовый цвет, в принципе, если не говорить про сексуальную подоплеку, это цвет творческого полета. Как это можно использовать в маркетинге, вы мне скажете? Очень просто. Вот представьте себе, у меня где-то полгода назад брали консультацию. Это была крупная стоматологическая компания. Она ко мне приходит и говорит, Макс, мы, короче, сделали офигительный брендинг, упаковались, вообще супер, посмотри. И они мне показывают сайт, который весь в зеленых тонах с названием «Мята». Я говорю, ну, как бы это ж кальянная. Они говорят, нет, это прерывная идея нашей новой стоматологии для людей, чтобы они не боялись приходить, лечить зубы. Я говорю, а где вы эту стоматологию открываете? Ну, в обычном попальном районе. Я говорю, то есть там живут бабушки и дедушки, а вы им пытаетесь вот как бы впихнуть трендовость какую-то, да? Они говорят, да. Я говорю, супер, хорошо, какие продажи? Они говорят, ноль. Я говорю, окей, знаешь, почему? Он говорит, нет. Я говорю, потому что зеленый цвет и мята. Вот какая у вас ассоциация с зеленым цветом? Чай, косметика, да? Что? Сбербанк, трава мне услышалось, да? То есть, понимаете, у человека есть определенный клиентский опыт. То есть, он уже с подобными услугами взаимодействовал. И у него есть определенная вот в голове такая полочка, где написано зеленый цвет и ассоциативный ряд. То есть, вот там неровные связи, они уже связаны. И когда человеку показывают стоматологию зеленого цвета, у него не те ассоциации. То есть, стоматология, она должна быть, ну, синяя, ну, белая, но никак не зеленая. И уж точно не красная. Потому что если у вас будет сайт стоматологии красного цвета, то мне кажется, это, ну, да. Мне сразу вспоминается фильм «Пила», когда там… Какие еще цвета? Вот глубокий синий цвет. Вот у девушки хоть надо найти. Есть ли у кого-нибудь у тебя? Покажись. Где? Так это не синий цвет. А, может, у меня просто свет. Короче, вот, знаете, такой синий глубокий цвет бывает, это значит, что девушка в продолжительных, долгих, романтических отношениях находится. То есть, к ней не подходить. Особенно нужно всегда смотреть на сумку. Потому что сумка – это ее, как сказать, сексуальная жизнь. Да? Я вам сегодня секреты прямо открываю. Вот цвет, в который покрасились ребята, да, вот этот вот такой ядерно-такой холодно-синий. А чего мне фонарь в рожью прям вот поставили? Зачем? Эти ребята здесь. Они мне мстят, да? Это значит асоциальное поведение, а не асоциальное. То есть они, как сказать, не асоциальное, а, короче, они в себе. То есть они не любят общаться с людьми. Асоциальные люди, короче, вот. Это цвет замкнутости. Если девушку увидеть в таком цвете, лучше к ней тоже не подходить. Психолингвистика. Влияние речевых модулей, тона, тембра, темпа речи на клиента и его решение о покупке. Сейчас я проведу эксперимент. Небольшой. Вот смотрите. Сейчас я буду говорить про психолингвистику. Что такое психолингвистика? Это влияние языка, тембра речи, обертонов на женщин. Почему? Потому что вот это вот, что я сейчас говорю, вот это вот, да, просыпается у вас там внутри, да, внизу. Вот это вот секс. Оно же из природы идет, понимаете? То есть когда вы спускаетесь в нижний регистр, девушки на это влияют лучше. Потому что задача девушки найти альфа-самца, который с ней продолжит род. То есть, ну, они родят ребенка, и как в фильме у них там все будет хорошо. То есть если я бы говорил таким писклямым голосочком, «Эй, друзья, девчонки!» Вы бы сказали, что за дебил? Правильно? А ведь некоторые спикеры так общаются. Не, я не говорю про сегодняшних. Да, вот это вот. Ну, то есть, да, это весело, но это ни хрена не вызывает доверия. Поэтому лучше вот так общаться. Лучше вот спокойно, размеренно. Ну, короче, вы поняли. То есть я просто поприкалывался. Там еще куча-куча моментов с НЛП, с, скажем, знаете, есть такой эффект, называется словесное карате. Слышали? Это когда я что-то громко скажу! И вы такие, не охренеть, блядь, я же обосрался. В чем прикол? В том, что когда я это сказал, у вас уровень осознанности включился на 100%. То есть это называется еще якорение. Когда вы монотонно-монотонно говорите, а потом хоп, что-то сказали громко, и все такие, ва, включился. Все, говори дальше. Подожди. Дальше, фрейминг. Фрейминг – это когда вы помещаете определенного клиента потенциального в определенное предлагаемое обстоятельство. Очень часто используется в, опять же, в пикаперстве. То есть мужики, мотайте на ус. Почему я вообще сегодня много говорю про пикаперство? Потому что это же тоже продажа себя. Это маркетинг. То есть любое взаимодействие на человека – это маркетинг. Так вот. Как познакомиться с девушкой и с ней переспать в первую же ночь? Кому интересно? Ну, девушки не поднимайте, парни. Никому? Все женаты, что ли? Сексизм? А сегодня не только сексизм будет. Сегодня еще будет бодипозитив, феминизм. Да, и еще про негров я сегодня буду говорить. И про черную русалочку. Так вот, фрейминг – это когда вы подходите к девушке и начинаете вызывать у нее определенные эмоции. То есть вы начинаете ее поглаживать вот так вот по спинке. Говорит, слушай, Маша, вспомни свой самый горячий поцелуй, пожалуйста. Она такая, да, начинает вспоминать. Все, она уже там. И ваша задача – вклиниться в это состояние. Все, и вы, по сути, ну, как бы задача сделана. То же самое в маркетинге можно делать. То есть можно на сайте это использовать. То есть, скажем, если вам нужно продать тур в Бали, то можно человека с помощью вот этих инструментов, о которых сегодня рассказываю, поместить в определенное эмоциональное состояние, чтобы он купил. Понимаете, о чем говорю? Что тут три человека? Да, а остальные такие, что? Тебя прям задело, да? Ментальные крышки. Вот про тебя как раз. Триггеры, влияющие на решение клиента. На самом деле этих триггеров основных где-то 20. Я сейчас их перечислю. Это коллекционирование, социальный авторитет. Вот что такое социальный авторитет? Я вот когда вышел, сказал, типа, я работал с Тони Робинс, с Аязом Шабудиновым, с Блэкстар. Вот это социальное доверие. Дальше, какие еще триггеры бывают? Триггер ограниченности во времени, триггер уникальности предложения. Их там много. Вот это вот называется как раз ментальные крючки. Некоторые работают хорошо, некоторые не очень, но они работают. Разрыв шаблона. Я вам на самом деле подготовил видео, но так как тайминг маленький, кто смотрел видео, где чувак звонит и пытается продать другому, вот так вот спандер зажимая? Не смотрели? Блин, ну мы должны это посмотреть. Это очень смешно. Так вот, разрыв шаблона что такое? Время у нас есть? Сколько у меня осталось? Есть. Все, мне там. Давай. Разрыв шаблона это когда вы, предположим, видите что-то, что не вписывается в рамки обычного поведения. Ну, социального, да? Скажем, если я сейчас начну говорить и ругаться матом, это асоциально будет. То есть, ну вот это разрыв шаблона. Либо когда вы видите бабушку с фиолетовыми волосами. Это асоциально. То есть она либо панк, либо она знает про разрыв шаблона. Ну, либо просто она плохо покрасилась. Так вот, давайте включим, посмотрим это видео, и вы поймете, что такое разрыв шаблона. Можем включить, да? Это называется эффект убегающих продаж. Да, то есть это когда вы думаете, что вам начнут сейчас продавать, а вам там иди, сучка, рот наоборот. Да. Провокация. Мне посчастливилось дружить с… Кто вообще знает, кто это? Да. Мне посчастливилось дружить с продюсером группы «Тату» Иваном Шаповаловым. И так как я в будущем планирую стать продюсером, да, мне хочется, потому что маркетинг… На маркетинге вообще мало денег зарабатывать можно. То есть там… Так что те, кто здесь собрались, удачи. Вот. И я начал у нее спрашивать, как бы, как «Тату», группа «Тату» стала мировой известной группой. Это единственная группа, которая получила такую мировую известность. Парк Горькова не получал такую известность. Дима Билан тоже. «Тату» да. Количество альбомов, которые они продали, примерно сопоставимо с количеством альбомов проданных Майкла М. Джексона. Уже охренеть. И за счет чего они это сделали? Опять же, возвращаясь к влиянию на массы, на социум, на маркетинг, да, в то время, если вы помните, да, вот если вы прям заставили это время, когда «Тату» только образовывалось, и там выходили первые клипы, это было провокационно, потому что лесбиянки охренеть. Даже мужикам нравилось, почему, ну, блин, какому мужику не понравятся две девочки, которые там в юбочках, там, типа мокренькие, да, вот мужик не понимает. Вот, то есть это провокация, и провокация сработала. То есть сейчас она бы не сработала из-за того, что бодипозитив, там, женщина там, где вы, да, вы, там, лесбиян, это уже не ново. Этим уже никого не удивишь. То есть если я сейчас выйду, скажу, я гей, такие, ну, ладно, и что, понимаете? А? Вот, ну никто же не хлопает. Нет, я не гей, нормально все. Вот, но, понимаете, если бы я это сказал 15 лет назад или 20, я такие, что? То же самое здесь. То есть провокация, она должна быть ситуативной, как сегодня вам рассказывали. Кстати, возвращаясь к вопросу о рекламе презервативов, у меня был клиент видео-чат серии с Бонго Камс, кто-нибудь знает из мужиков? Нет? Ну, зайдите сегодня, видите, в Бонго Камс там, вот, мы с ними работали, вот, тоже. У меня, когда мы этого клиента взяли, у меня весь офис задерживался допоздна почему-то в кабинетах. Ну, работали ребята, чего вы, чего смеетесь? Дальше, эффект переноса. Очень часто используется в НЛП, в рекламе, в продажах. Это когда вам начинают продавать картинку будущего. То есть, что с вами произойдет? То есть, трансформация. Какая трансформация с вами произойдет, когда вы купите данный продукт, либо услугу? Вот, очень часто используется. Какие еще есть методы нейролингвистического программирования? Вообще, НЛП сейчас ругательное слово, но на самом деле я вам всем рекомендую, чтобы вы это изучили. Вот, всем. Тебе рекомендую. Тебе, тебе. Сейчас придешь, после конференции откроешь YouTube, наберешь НЛП и посмотришь. Вот это называется программирование. То есть, я человек и запрограммировал. Вот уверен, он это сделает сегодня. И там много, на самом деле, для всей темы. И мало кто из маркетологов этим пользуется. К сожалению. Или, к счастью, для нас клиентов. Почему? Потому что многие думают, что такое маркетинг. Это вот сейчас, короче, возьму креатив, добавлю туда надпись, залью ВКонтакте либо в Одноклассники. Вот это маркетинг. Я маркетолог. Мама, я маркетолог. Нет. Ты станешь маркетологом, когда почитаешь о Гилве. Хотя бы, да. Вот взять, окей, взять о Гилве, скажем. Ну, давайте представим, что о Гилве живет сегодня. И его бы реклама, она бы висела не на постерах, а просто таргетировалась бы ВКонтакте, предположим. Но это все равно было бы гениально. То есть он настолько круто чувствовал продукт. То есть когда я работаю с клиентами, я как художник. То есть я пытаюсь нарисовать клиента услугу, продукт так, чтобы она была произведением искусства. То же самое должны делать вы как маркетологи, те люди, которые здесь сегодня сидят. Поэтому похлопайте себе. Еще раз. Ну, что так жидко? Ну, давайте хлопайте, хлопайте. Давайте. Молодцы. Спасибо за музыку. Дальше. Ловушки сознания. Кто из вас когда-нибудь бывал в казино? Я знаю, что у вас здесь есть казино. Я просто люблю покер. Кто-нибудь из вас бросал кости в казино? Вот там есть крупье, который бросает кости. Ну, вот такая игра. Там должно выпасть определенное количество точечек. То есть общее количество баллов на костях. И проводили эксперимент. И спрашивали у людей. Вы хотите сами бросить? Либо доверить это крупье? И практически 100% хотели бросить сами. Почему? Потому что есть ментальная ловушка, очень частая. Мнимый контроль называется. Мнимый контроль. То есть людям кажется, что если они сами будут бросать кости, то они выбросят лучше. В теории вероятности, в матанализе, если вы изучали математический анализ, теорию вероятности, это 50 и 50 процентов. Там по-равному. По хрену, кто будет бросать? Ты либо крупье. Шансы одинаковые в периоде бесконечность. Но людям кажется, что они бросят лучше. То же самое вы можете использовать в маркетинге. То есть давать людям мнимое право выбора. Вот запишите. Тоже прикольная тема. Итак, бодипозитив. Кто-нибудь видел вот эту рекламу пухлой женщины черного окраса кожи Келлин Кляйн? Видели? Вот как вам? Провокационно. Согласен. Как еще? Прикольно? Как еще? Трешова. Как смело. Я понял. Да, я согласен, что это хайп. Понятное дело, что задачу они выполнили. Они развели хайп. Но давайте разберемся с точки зрения маркетинга. Что они сделали? Они продали толстым в Америке, кто был? Я вот когда в Майами ездил, я охренел. Там куча сумасшедших и куча жирных людей. Они продали идею вот этим толстым домохозяйкам черного цвета кожи. Я просто не помню, они обижаются, когда их неграми называют или когда афроамериканцами, я забыл. Ну, значит, афроамериканка, да. Вот. Они продали этим людям идею того, что они тоже могут быть красивыми и надевать Келлин Кляйн и говорить, о, все, я секси. Как бы, да, окей, то есть с точки зрения бизнеса они просто расширяют сегменты, ну, добавляют новый сегмент аудитории. С точки зрения социума это типа, блин, чуваки, ну вы что, давайте еще, не знаю, головы негра там повесим, гея. Ну, то есть, как бы, а куда дальше, куда дальше это все пойдет? И я, как маркетолог, мне стыдно. Да, я тоже такой провокационный, я иногда ругаюсь матом, иногда с кем-то ругаюсь, у меня суд на 3 миллиона, да. Но вот это, это зашквар, я считаю. Почему? Потому что кто-нибудь, если из Келлин Кляйн меня смотрит, так-то я отношу к Келлин Кляйн, как бы, я не против Келлин Кляйн, но вот это, это жесть. Потому что просто хайпить на каких-то социальных темах, ну, это самое первое, что приходит в голову. То есть, они особо не парились. Вот если бы они сели, все, ну, вот они еще все с синим цветом волос, которые здесь, начали бы креативить, возможно, они бы придумали что-нибудь поинтереснее. Но вот это вот, оно слишком уж как-то, не знаю, вам как вообще? Отлично? То есть, я не прав? Не знаю, у меня своя точка зрения, я считаю, что это зашквар. А вот смотрите, очень забавная формулировка, сейчас назад вернусь, мне сказали, толстые тоже люди. Вот если вы разбираетесь в психологии, то формулировка толстые тоже люди, она унижает толстых. Потому что тоже, они тоже люди. То есть, типа, то же самое сказать, типа, ну, ты тоже человек. То есть, я человек по умолчанию, а ты как бы тоже, потому что я так решил. окей. Примеры провокации в рекламе. Кто-нибудь знает, откуда вон та фотка с Дантесом? И с надписью Дантес Пид, ну, понятно. Это кальянная, в которую я ходил в Питере. Вот. Это мой коллега Костя Зимин, если ты это смотришь, привет. У него есть суши, доставки суши, Йоби да Йоби называется. И он, мне кажется, собрал уже все публикации в СМИ, которые только можно было. Вот кто-нибудь узнает, откуда реклама слева? Вот. Банка-точка. Кто-нибудь из мужиков, скорее всего? Нет? Да, это Порнохаб. Ребята решили покреативить и разместили рекламу на порно-сайте. Написали, управляй бизнесом одной рукой. Внизу, кто смотрел «Миллионер» с Балашихи. Смотрели? Вот это прикольно. Можете похлопать, да, хлопайте. Или это случайно там что-то упало. Вот это очень крутой пример нативной рекламы. То есть, по сути, они собрали на хайпе против разоблачения инфобизнесменов, против там вот этой всей движухи, против синергии. Они, значит, на хайпе вот этой волны выпустили сериал, где на протяжении пяти-семи серий, я не помню, сколько их было, ничего не продавали. То есть, они показали чувака, который, типа, вот там открывает свой бизнес, пытается там, значит, все это продать, организовать процессы. Смешной сериал, если не смотрели, посмотрите. И в конце открой счет в банке, в модуль банки, по-моему. Офигенно. Вот это круто. Итак, что не так с фильмами Marvel, мультиками Disney, книгами про Гарри Поттера. Кто-нибудь хочет узнать, что не так? Нет? Ну ладно, пошел туда. Все, заканчиваем. Кто-нибудь смотрел или видел фильм, не знаю, как у вас на белорусском перевели, с Джонни Деппом новый фильм вышел? Так же, как у нас, да? Это провокация. Да я шучу уже, ребят, вы чего? Плохие? Плохие, я понял. Хорошо. Во все тяжкое фильм. Это фильм, который перевели на английском это Richard says goodbye. Ричард говорит пока. На русском перевели во все тяжкое. И там слоган Goodbye rules, Goodbye inhibitions, hello life. Ну то есть фильм про то, как Джонни Депп заболел раком, то есть у него диагностировали рак легких, и он прощается с родными. То есть он прощается с женой, с дочерью, с своими коллегами по работе. И фильм, на самом деле, очень философский. То есть я туда ходил, этот фильм с девушкой, и, ну, я плакал. То есть как бы я смотрел, и мне реально, ну, меня прям проник, проник себя, короче, этим фильмом. И вот слева вы видите афишу, которую, соответственно, используют сейчас у нас, да? Вот что вы здесь видите? Какие-то женщины на пляже. То есть две женщины в белье, их про это вообще там нету в этом фильме. Ну то есть, когда вы смотрите вот на эту афишу, будучи не понимая, о чем фильм, какие у вас ассоциации с этим фильмом? Да, типа Джонни Депп, такой красавчик, значит, сейчас придет, девчонки, тусовки. Вот какой ассоциативный ряд создали маркетологи, чтобы лучше продать этот фильм. Я считаю, что, в принципе, его и не надо было так продавать, он действительно хороший, классный. Но, чтобы повысить продажи, соответственно, маркетологи сделали вот так. Это влияние, это манипуляция. Дальше. Кто-нибудь слышал новость про то, что русалочка будет играть афроамериканка? Опять же, вот что это? Это игра на эмоциях людей. То есть, получается, в Америке сейчас идут практически гражданская война. То есть, там черное население, оно бунтует. То есть, там, соответственно, как бы все нестабильно. И Америка пытается это все сгладить. Чем? Чаще использовать черное население, афроамериканцев в фильмах и давать им оскары. Ну, я говорю то, что я вижу. Вы можете со мной не соглашаться, но я считаю, что оно так и есть. Соответственно, вот это еще один шаг в сторону толерантности. Дальше. Кто-нибудь читал Гарри Поттера? Поднимите руку, пожалуйста. Вот. Вы знали, что Дамблдор, он нетрадиционной ориентации. Охренеть. То есть, я такой ребенок, читал, значит, мне было сколько лет? 14, не знаю, 13, может, меньше даже. Я, значит, читал Гарри Поттера, думаю, класс, там, сказка про волшебника. Я себя ассоциировал с Гарри Поттером. И тут, значит, через прошло 10 лет, и я узнаю, что мой любимый волшебник, он гей. Дамблдор. А? Да нет, ничто. Я не против. У меня тоже есть друзья с нетрадиционной ориентацией, просто это называется пропаганда. И когда я вам сегодня рассказывал про Геббельса и Бернейса, что такое пропаганда? То есть, основной смысл, мотив пропаганды, способ, это периодичное, каждодневное повторение одной и той же идеи человеку, и человек думает, что это нормально. То есть, кто-нибудь слышал про теорию окон Авертона? Это постепенная продажа социуму любой херни. То есть, скажем, если Америка задастся целью продать идею того, что ганнибализм это нормально, то, поверьте мне, через 3 года вы будете сидеть так вот в зале и говорить, да вы что, нормально есть людей. Не надо искать не надо меня сейчас, как сказать, нет, я не то, что не прав, я рассказываю про методы. Я не говорю свою точку зрения, я рассказываю про методы влияния. Так вот, Джека Роулинг, она призналась в интервью, что да, оно так и есть. То есть, Дамблдор, будущий, когда был юным волшебником, он встречался с Грин-де-Вальдом. Дальше. Фильм про Капитан Марвел, кто смотрел? Так, ребят, что-то вы прям потухли. Этот фильм про супергероя, женщину, да, какие он принципы пытается насадить социуму, да, давайте задумаемся. Образ сильной женщины. Мужик там спился, отрастил пузо этот, который с молотом, да, типа он ничего не смог сделать, а жена пришла, точнее не жена, да, а женщина пришла, все разрулила. Просто задумайтесь, попробуйте сегодня пересмотреть фильмы, какие-то последние, которые вы видели, с точки зрения каких-то посылок маркетинга и психологического влияния на вас, как на зрителя. Посмотрите, просто попробуйте. Я не говорю, что это плохо, хорошо, просто посмотрите на это с другой стороны, может, что-то там найдете. Фильм «Бездна 2» кто-нибудь смотрел, там про акулу, которая, там, три девочки, они, значит, попали в пещеру и там, значит, их там чуть не сожрали акулу. Смотрели? Нет? Кто-то смотрел? Пересмотрите этот фильм, там очень интересно есть в начале сцена, где там, получается, сидит муж, сидит его жена, и у них, значит, есть дочь, она, ну, белая, и они взяли, удочерили, получается, афроамериканку. При этом жена тоже афроамериканка, ну, как я это понял, удочерили ее. Вот, и, значит, они там диалог, вот просто послушайте диалог этого фильма, и, возможно, у вас там какие-то, это прошло или осталось? Осталось. У вас, возможно, какие-то мысли появятся на этот счет по поводу именно вот манипуляции, пропаганды, социум, потому что, ну, прикиньте, сколько людей смотрят фильмы, это же миллионы, десятки миллионов человек. Ну, тоже щелкунчик, кто смотрел? Смотрели? Окей. Принцип окон вертона. Первый принцип влияния на социум, это постепенное планомерное повторение чего-то, какого-то факта, тезиса. Второе, объявить два лагеря и не оставить равнодушных, то есть вовлечь людей, то есть то же самое, как сейчас, там, предположим, кто-то за и кто-то против, нету равнодушных. Третье, это столкнуть два лагеря и не важно, кто окажется прав, важно, что это все начало бурлиться. Ну, как, не знаю, шоу пусть говорят на первом канале. Дальше, очень важный момент, что в маркетинге многие делают ошибку, потому что маркетологи продают процесс, а не результат. когда вы, скажем, рассказываете про технические характеристики какого-то продукта, когда вы, скажем, рассказываете про, там, не знаю, там, скидки, бонусы, акции, предложения, это все процесс. Людям нужно продавать результат. Худое тело, там, не знаю, веселая эмоция, еще что-то, это результат. Так, сейчас, это на это, к сожалению, нет времени. У меня есть на YouTube-канале, видео, инстапрожарка. Там я в течение 10 минут рассказываю, как не надо вести инстаграм-аккаунты, потому что многие очень много совершают ошибок, когда даже делают описание профиля в инстаграм, либо размещают фотографии. простой пример. Когда я это шоу делал, обратилась девушка и говорит, Макс, можешь, пожалуйста, проанализировать мой инстаграм-аккаунт. У нее был магазин цветов. Как вы думаете, какая целевая аудитория у магазина цветов в инстаграм? Мужчины. Правильно? Но почему женщины не понимают этого? То есть она женщина, она ведет инстаграм, и она ведет его по-женски. Как? Вот замечательный букет роз, восхитительный вкус, запах, ну не вкус, запах, цвет, букет. Я к ней прихожу, говорю, слушай, ты же понимаешь, что мужику на это вообще пофигу. Когда мужики покупают доставку цветов. Когда сегодня они после работы пришли, либо идут домой и понимают, что блин, сегодня годовщина, а я не купил цветы. Что мне делать? Они лезут быстро и ищут доставку цветов, срочно, хоп, все что-то наше. Вот. Что им важно донести, что доставка дешевая, либо бесплатная, предположим, что доставят в течение часа-двух, то, что девушка будет довольна. Вот эти три триггера, на которые нужно делать акцент в упаковке Инстаграма, если вы продаете цветы. Но этого не делают, потому что люди даже не задумываются, а кто у них клиенты, кто у них вообще покупает это все. Давайте теперь сделаем небольшое задание под конец нашей сегодняшней встречи. Сформируем уникальное торговое предложение вашего продукта. Кто здесь со своим продуктом, бизнесом? Есть такие. Кто нет, предположим, маркетологи, либо те, кто занимается рекламой, попробуйте сформировать УТП для вашего клиента, которого сейчас ведете. Уникальное торговое предложение, оно состоит из техники Smart. Записывайте. Smart это используется техника в постановке целей. Я ее использую еще в постановке формирования УТП. Когда ваше УТП, уникальное торговое предложение должно быть четким, иметь мотивацию для клиента. Понятно, с помощью чего это будет сделано, в определенные сроки и инструменты, с помощью чего это сделается. Пример плохого УТП, скажем, который вы можете написать в Инстаграме. Я классный маркетолог. Это плохое УТП. Ничего не понятно, нет конкретики. Хорошее УТП. специалист по таргетингу приведет ваш бизнес 257 заявок из Инстаграма по 125 рублей в течение месяца, если закажете сегодня, скидка 25%. Вот это конкретно УТП. Понимаете разницу? Можете сейчас, пока я рассказываю буду дальше, попробовать сформировать УТП для вашего продукта либо клиента. Да, еще, пока вы пишете, не забыл, еще два правила важных. Правила упаковки. Когда вы сформируете это УТП и его разместите на сайте, в Инстаграме, ваша задача, чтобы клиент, который увидит это, мог ответить на три вопроса. Первое, это куда я попал? Второе, что мне предлагают? Третье, зачем мне это надо? Запомнили? Куда я попал? Что мне предлагают? Зачем мне это надо? Дальше, эссенция. Эссенция бренда это какая-то формулировка, какая-то фраза, которая ассоциирует ваш продукт, вашу услугу одним словом либо одной какой-то фразой. Примерно, да. То есть можно привести аналогию того, как вас записывают другие люди в телефоне. То есть, скажем, после сегодняшней конференции там кто-нибудь запишет «Макс ненавидит там чего-то там». Это эссенция моего бренда, который я сегодня показал, предположим. если вас записывают как «Елена бухгалтер», это ваша эссенция бренда. Если вас записывают, скажем, «Серега любит потусить», это тоже эссенция бренда. И у каждого бизнеса есть вот эта фраза, главная фраза, которая у людей ассоциируется с этим бизнесом, с вами, с вашим магазином, с вашим личным инстаграмом. Поэтому, пожалуйста, сейчас пропишите ваше УТП идеальное для соответственно того, чтобы использовать его дальше. Так, это мы пропустим. Задачи сайта. Вообще, смотрите, у многих из вас есть сайты бизнесов, услуг. И самая большая проблема в том, что вы забываете о том, что сайт должен иметь одну задачу. Он не должен быть супервариативным. То есть задачи сайта, скажем, продать либо проинформировать, либо чтобы человек оставил заявку, контакт. И когда вы на сайте делаете все одновременно и продаете, и берете контакт, и информируете, и говорите то, что вот у нас отзывы наших супер клиентов, вы таким образом человеку предоставляете выбор, и он ничего не делает. Простой вам пример. Когда вы приходите в ресторан и видите большое меню. Было у вас когда-нибудь такое, приходите и там сто пятьсот позиций было. Как вы думаете, с какой вероятностью вы что-то там закажете? Маленькое. Если вы приходите в McDonald's, там четко Big Mac, там попить, кола, картошка. Там нет супервариативности. Это монопродукт. Есть еще такие рестораны, как пельменные, чебуречные. И там продажи лучше, чем в ресторанах, потому что когда человек приходит в ресторан и ему дают меню из ста позиций, ему сложно выбрать. Ему сложно выбрать, и поэтому он ничего не выбирает. Почитайте об этом. Книга называется «Взлом маркетинга». Там про нейромаркетинг, про влияние на клиента через выбор, через те фишки, которые я сегодня рассказывал. Полезные сервисы для вас сегодня. Фоткайте, кто любит фишки, сервисы. Сейчас я отойду. Перечислю. Тупо Босс сервис, который я пользуюсь недавно, по автоматизации общения в Инстаграм. Гет Блогер сервис по работе с блогерами. Sky Автоми это сервис автопилот по геймификации в ВКонтакте. Кстати, более подробно я об этом буду рассказывать завтра. про цифры, про механики, методологии, фишки, таблички и так далее. Сегодня более такое общее было. Лилу сервис по автоматизации рассылок в мессенджерах. Кайрос система по контролю ставок ВКонтакте. То есть, если вы будете пользоваться этим сервисом, то вам не нужно сидеть каждый день проверять ставки в рекламных объявлениях. Он сам все дело будет за вас. Вы ему просто ставите задачу с каким людям когда показать рекламу и нейронной сети и суперинтеллект информационный он делает все за вас. И последнее это канва сервис, где можно создавать дизайны ваших картинок. Дальше вам подгончик. Есть очень классный сервис называется Кликчат. Его вы можете использовать в Инстаграм. Это мини-лендинг, который еще умеет общаться с вами. То есть, там есть еще чат-бот. По промокоду Макс Белоусов вам будет суперскидка. Вот. Огонь. Дальше. Если хотите еще больше бонусов, они мне не поместились, к сожалению, здесь. Подписывайтесь на мой Инстаграм, выкладывайте сторис, отмечайте меня и я скину вам в директ топ-200 сервисов, которые я собрал за последние пять лет, которыми я пользуюсь в маркетинге, а также топ-5 книг по маркетингу. Есть ли какие-то у вас вопросы? Какой? Вот этот? Вот этот? Есть ли какие-то вопросы? Не знаю, осталось ли время, минутка, две, любой вопрос. Да, я думаю, мы пойдем дальше уже. Сфоткали? Так, и мои контакты. Вот, можете навести камеру своего телефона на данный QR-код и там будет анкета связи со мной и мои контакты, мои социальные сети. Все, спасибо вам большое. Спасибо.